В Бресте продолжаются дни китайской культуры и литературы. В областной библиотеке имени Горького прошла открытая лекция «Китай – сообщество единой судьбы». Профессор Фан Шэнь Лянь рассказал о важности сотрудничества с Синеокой и Поднебесной. Также он подчеркнул востребованность специалистов, владеющих китайским языком, как в Китае, так и во всем мире. В этом году нашему институту исполняется пять лет. В учреждении мы обучаем не только китайскому языку, а также сотрудничаем с местными властями. Институт «Конфуция» помогает развивать экономические отношения между Китаем и Белоруссией. Сотрудничество в сфере образования с китайской стороны длится на протяжении десятка лет. Первоначально шла подготовка специалистов в сфере бухгалтерского учета, анализа и аудита. Учебный процесс не стоит на месте. За эти годы обучение вышло на новый уровень. В Брестском государственном техническом университете на данный момент ведется четыре программы магистратуры, которые касаются экономики, логистики и бухгалтерского учета. Экономический факультет в области образования и взаимодействия с Китайской Народной Республикой уже на протяжении 15 лет. Начинали мы работу с Ухотовским профессиональным институтом по подготовке специалистов в сфере бухгалтерского учета. На данный момент мы вплотную работаем с магистрантами по таким специальностям, как экономика, бухгалтерский учет, мировая экономика и логистика. На данном этапе мы прорабатываем вопрос по интегрированной системе обучения. Это логистика, а также экономика. Многие студенты впервые познакомились с работой Института Конфуция, остались под приятным впечатлением. Ведь это дает не только интересный опыт и знакомство с представителями китайской культуры, но и знакомство с китайским языком и их носителями. В общем и целом с китайским языком я не особо сталкивалась, только посещая подобные лекции. Для меня это интересно, для меня это важно, потому что вообще это совершенно другая культура. Это что-то новое, это что-то такое неизведанное для меня. И всегда интересно узнавать, что это новое. Всегда интересно посмотреть на мир сквозь призму другого языка, скажем так, и понять, как люди другой культуры видят этот мир. Что хочу отметить, что работать с китайскими студентами мне доводилось достаточно много. Это безумно интересный опыт, потому что отличаются они и человеческими качествами, и своими учебными навыками от наших студентов. Местами, конечно, немножко непривычно, но очень интересно по-другому. Также могу отметить и положительный опыт со стороны наших белорусских студентов по отношению к китайской культуре, изучению языка. В этом году мне выпала такая честь возглавить группу, я являюсь куратором, группы первокурсников, которые изучают китайский и английский язык. То есть тоже глядя на них, как они приходят после занятий по китайскому языку, как у них горят глаза, видно, что им действительно это по душе, что им это нравится, они горят этим делом. Да, им уже чуть ли не сны снятся на китайском языке. То есть очень интересно за этим всем наблюдать. И я думаю, что это такая хорошая традиция, хороший фундамент, который был заложен. И я думаю, что за этим будущее. С конца этой недели на базе Института Конфуция начнет работу новый курс – деловой китайский. Он направлен на руководителей промышленных предприятий, резидентов свободной экономической зоны и работников Управления торговли и услуг Брестского облсполкома. Курс поможет развить деловую лексику, что полезно при развитии международных отношений между предприятиями. Арина Смолевская, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.